АЮ, с вами Трэнди. Тут случилось невиданное. Игра Relicta вышла в российском eShop по региональной цене из стима за 435 рублей. В ней есть русский язык, это головоломка от первого лица, ни больше ни меньше, в игре есть недостатки, чуть подробнее рассказывал в воскресных новостях. Сейчас мы не будем говорить об этой игре, а поговорим о прецеденте. Я покажу масштабы несправедливости ценообразования, расскажу причины отсутствия региональных цен в eShop, а главное покажу как можно покупать игры в 2 раза дешевле чем в eShop без смены региона, без заморочек с Алиэкспресс и тому подобное. Главное смотрите ролик до конца, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Давайте начнем. Все знают, что наша экономика не может похвастаться сверх выдающимися результатами. В прошлый раз, когда повышали цены на игры Nintendo и это вызвало сильный шквал критики и негодования, был 2014 год. Ну по крайней мере это точно было задокументировано и дошло до наших дней. Цены подняли до 3000 рублей, а средняя зарплата по России была 35000 рублей. Вот вам график. То есть при учете 22 рабочих дней в месяц, и сейчас я сильно упрощаюсь, чтобы не затягивать, человек мог за 2 дня работы без проблем купить себе одну самую дорогую ААА игру. Давайте же посмотрим, что сейчас происходит с ценами и сравним их соотношение для людей в США или Европе с нашими. Средняя зарплата в США 14 долларов в час. Не в плане, что один зарабатывает миллион, а другой 2 цента, как у нас это считают. Просто средний работник на обычной работе получает 14 долларов. Да, у них зарплаты делятся на почасовую оплату, а потом они считают доход в год. Не суть. Подсчитаем, 14 долларов умноженные на 8 часов работы, получается 112 долларов. Подоходный налог варьируется от 14 до 38 процентов. Но считаем среднее, опять же, так как зарплата средняя. Это примерно 26 процентов. От штата к штату разное, но мы делаем это просто на вскидку. В день средний американец с чистыми получает 83 доллара. Игр стоит 60. Берем НДС, там он максимально вроде 9 процентов. И то я не уверен, что он предусмотрен для игр. Ну короче говоря, игра выходит 60-66 долларов. Хз. Главный смысл в том, что почти любой американец может купить себе игру за один день работы. Даже может еще на чипсы хватит. Даже при минималке в 9 долларов в час, это посудомойщик. И налоги в 14 долларов, выходят чистыми 61. И все-таки на цифровые товары, как мне кажется, там нет НДС. Я не смог нагуглить, чтобы не врать. Просто скажу, что даже при самой маленькой зарплате, ну самой маленькой, надо работать меньше полутора дней, чтобы купить игру. Кто разбирается в теме зарплат, подоходных налогов и НДС в США, напишите в комменты. Я закреплю, чтобы люди могли просветиться. В Европе примерно такая же ситуация. Им даже может быть чуть-чуть проще. У нас же зарплата в Москве в некоторых источниках 89 тысяч рублей, в некоторых 135. Когда готовил сценарий, почему-то видел такую цифру где-то, но начал перепроверять и не нашел. Как оказывается, она абсолютно нереальная, но для наглядности она прям идеально подходит. В регионах по некоторым источникам стартует от 32 тысяч рублей в месяц. Но вот, например, в Свердловской области, где я живу, среднее ЗП по разным источникам от 30 до 50 тысяч рублей. Напишите, сколько люди у вас зарабатывают. Так вот, самый прикол, что если пересчитывать даже московскую зарплату в 135 тысяч рублей на 22 рабочих дня, то в день человек зарабатывает 6136 рублей. Даже в столице человек не может купить Зельду на дневную зарплату. Теперь по стране. Вот давайте честно, средняя зарплата в среднем регионе, если не смотреть на самый низ и самый верх, ну, где-то чисто по ощущениям, 40 тысяч рублей, если совсем не прибедняться. Это 1800 рублей в день. Это, в свою очередь, 3,5 дня для покупки Зельды. Получается, что Батва или Смэш Брос как одна шестая хорошей средней зарплаты в среднем регионе. В США игра стоит 1.22 обычной среднестатистической зарплаты. Давайте же разберемся, почему присутствует такая несправедливость и почему в Стиме игры стоят в 2, а то и в 5 раз дешевле. Тут вообще все просто. На ПК есть конкуренция. Вы скажете, на Свиче тоже есть конкуренция. Есть разные издатели, Юбисофт, Эй, Беседка и тому подобное. Им всем надо привлечь покупателя. Но нет, на ПК есть реальный конкурент, для сражения с которым нужны стальные бубенцы. Это торренты. Я крайне против пиратства, но в СНГ еще с 90-х повелось так, что пользоваться лицензионным софтом и играть в официальные игры было не то, что материально невозможно. Это было, можно сказать, физически невозможно сделать. А потом, уже конечно, когда начали ввозить лицухи, уже подключился денежный вопрос. Все покупали игры на болванках. Потом предприимчивые люди смекнули, что можно зарабатывать хоть сколько-то, чем не зарабатывать совсем. Там появились вроде Акела, Бука и тому подобные издатели и начали продавать лицензионные игры, не сильно дороже, чем пиратские. Ну а потом, уже через много лет, когда пришел Габен со своим стимом, увидел всю ситуацию и понял, что либо мы зарабатываем хоть сколько-то на этом рынке и потихоньку вытесняем торренты, либо мы не зарабатываем совсем. И люди все равно играют в наши игры и игры, дистрибьюции которых мы занимаемся, но уже бесплатно. И вот так, собственно, появились региональные цены. Как мы видим, такая тактика сработала. Люди часто скупают игры по скидкам, которые им по факту даже особо-то и не нужны. Многие даже в часть игр после покупки вообще не заходят, а деньги разработчикам капают. Не будь скидок и региональных цен, разработчики бы получили ноль. А тут им перепадает хотя бы пара долларов с игры, в которую даже не поиграют. На консолях такого конкурента нет. Приверженцы морей и океанов занимают ничтожно малый процент относительно всего рынка. И даже при данных раскладах японцы в виде Sony и Nintendo прессуют их так, чтобы мало не показалось. Вот с Team Executor Nintendo требует по 2500 долларов за каждую модернизированную консоль. При цене производства в районе 300 долларов. И по 150 тысяч долларов за каждый факт пиратства. На эти деньги можно купить 2500 игр, при условии, что на Switch в целом около 2000 игр. Логика непонятна, но факт есть. Nintendo вообще нет смысла заморачиваться с оригинальными ценами. Во-первых, у них нет конкурентов в секторе портативных консолей. Во-вторых, у них нет конкурентов в виде покорителей морей и океанов. В-третьих, у них нет альтернатив в плане магазинов на своей платформе. Только eShop. В то время как на ПК есть тот же Origin, Steam, Ubisoft Store, Epic Games Store и еще несколько других. Ну и есть еще один немаловажный факт. Тут давеча смотрел ролик рестарта. Он сказал, что в свое время челик из русского отделения Nintendo, который там уже не работает, говорил, что мол хорошо, что цены на их игры растут. Потому что консоли Nintendo для элиты, а не для челяди. По факту принимать слова одного, возможно даже отбитого Nintendo Boyer, работающего на огромную корпорацию, за политику всей компании нельзя. Но складывается такое впечатление, что боссы Nintendo размышляют так же. Не можете себе позволить наши игры? Не играйте. Если зайти на сайт по проверке контрагентов, ну типа по проверке юридических лиц, мы видим, что после многих лет убытков, Nintendo Россия наконец-то выходит в плюс. Прибыль в 2019 году была 8 миллионов, а в 2020 году уже вполне себе нормальные 67 миллионов рублей. Да, это не сильно круто, но нормально. Вроде именно ООО Nintendo RU отвечает только за физические штуки, которые продаются в России. Типа консоли, картриджи, аксессуаров. Все, что вы покупаете в eShop, идет куда-то не в Nintendo Россия, насколько я понимаю. И как раз Nintendo RU не планирует существенно повышать цены на картриджи. Там буквально на 200-250 рублей. И в связи с повышением цен на цифру, они могут существенно поднять свою доходность, потому что больше людей начнут покупать именно физические носители. Например, анонсированные на Nintendo Direct игры вообще можно предзаказать в мир Nintendo за 4000 рублей. А Zelda и Smash Bros. вместо 6300 стоят 4500, что равняется 2-2,5 дням работы среднестатистического человека в России, что в принципе терпимо. Ну и теперь как прям существенно экономить, не меняя регион, как я и обещал. Открою вам тайну. Например, на Яндекс Маркете игры Nintendo зачастую можно купить еще дешевле. Вот смотрите, например, Monster Hunter Rise за 4780 рублей. Mario Kart за 3560 рублей. Animal Crossing вообще за смешные 3380 рублей. А Smash Bros. который стоит в eShop 6300, можно без проблем взять за 3989 рублей. Там часто бывают скидки и по факту вы сможете без проблем взять игры в 2 раза дешевле, чем в eShop. Все ссылки оставлю в описании. Если кто-то давно искал, как урвать игры дешевле, вот вам пожалуйста, переходите по ссылкам в описании. Возвращаясь к ценам в eShop, возможно, что люди вообще массово начнут ливать со свеча. Из-за такой дерзости. К сожалению, чтобы подвести конкретные итоги, нужно ждать целый год. Пока они отдадут свою финансовую отчетность в налоговую. Напишите в комментариях, что вы вообще по этому поводу думаете. Как вы предпочитаете покупать игры? Я лично ярый приверженец физических носителей. И очень рад, что цены на них особо не поднимаются. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ссылки на соцсети в описании и на страницу на Boosty, если хотите поддержать меня материально. А на этом у меня все. Всем удачи и пока.